Пациент 50 лет, обратился с застарелой травмой 6 месяцев назад, голеностопного сустава, с жалобами на боли в суставе, потерю опорной функции ноги. Область исследования. Правый голеностопный сустав с реформатированием в трех плоскостях и с реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Ранее выполненные исследования не предоставлены. Медицинская документация не предоставлена. Определяется оскольчатый перелом в дистальных отделах диафиза правой большеберцовой кости и правой малоберцовой кости с наличием множественных костных фрагментов различного размера, в том числе с разнонаправленным смещением. Ось большеберцовой кости в целом сохранена. Определяются слабо выраженные признаки консолидации некоторых костных фрагментов большеберцовой и малоберцовой кости. Однако признаков устойчивого костного сращения не выявлено. Определяются признаки формирования ложного сустава большеберцовой и малоберцовой кости. В средней трети диафиза большеберцовой кости выявлено отверстие около 0,4 см от аппарата внешней фиксации. Определяется дефект костной ткани в области пяточной таранной кости до 0,4 см шириной, проходящей через подтаранный сустав. Плотность костной ткани, больше берцовой и малоберцовой кости. Дистальная перелома, резко снижена до минус 30-50 по Хаунсфилду. В значительной степени истончены кортикальные пластинки. Диффузно изменена структура костной ткани костей стопы за счет остеопороза. Сужена суставная щель голеностопного сустава. Отек мягких тканей правой голени и стопы. Заключение. Оскольчатый перелом нижней 1,3 правой и большеберцовой кости и малоберцовой кости без признаков костного сращения с формированием ложного сустава. Выраженный иммобилизационный остеопороз. Рекомендуется консультация травматолога-ортопеда. При формировании такого ложного сустава опорная функция утрачена. Здесь требуется длительное реконструктивное лечение у травматолога-ортопеда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова